МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, гораздо проще, чем ответить на вопрос, есть ли в России выборы. В сентябре 2013 года во Владимирской губернии состоятся как бы выборы в как бы законодательное собрание Владимирской области. В Коврове верят, что выборы будут. 14 апреля 2013 года в Ковров приехал за председатель РПР Парнас Борис Немцов пообщаться с ковровчанами, а заодно поддержать оппозиционного кандидата в депутаты областного законодательного собрания Виктора Майнстренко. Разговор получился жарким. С одной стороны, понятно, что выборы имитация, а с другой, ротация власти необходима и будет лучше, если ответственные должности займут люди, которым доверяют местные жители. Может быть, нет смысла участвовать в имитации, нет смысла играть с шулером? Есть, потому что, во-первых, данные выборы дадут время бесплатное на федеральных каналах, это у нас Владимирское телевидение, где можно будет до максимального количества аудитории донести правду, как минимум. Во-вторых, люди должны видеть, что кто-то готов бороться любыми путями, выборами, митингами, но что не все равнодушно относятся к ситуации, которая сейчас у нас в городе и в стране в целом. Будем пытаться, будем драться. Не получится на выборах, значит, снова пойдем на улицы. Виктор, допустим, что вы выиграли эти выборы. Они прошли честно, вы прошли в законодательное собрание областное. Но вы будете там один. Что вы можете сделать один? В одиночку на сегодняшний день мне получилось в отдельно взятом городе Коврове, уже получилось, добиться бесплатного школьного общего образования. Со следующего года у нас не будет ни одного купленного родителями учебника, а в этом году родители потратили более 40 миллионов на учебники из своего кармана. У нас не будет сборов на ремонты и охрану школ. Это сделал практически в одиночку, поэтому все-таки иногда бывает, что я один в поле воин. Место в законодательном собрании, то есть депутатство, даст дополнительные механизмы для борьбы с жуликами и ворами. Некоторые факты, которые предыдущие выборы и в Думу, и в президенты, особенно в Думу, оставили очень неприятные впечатления. Особенно вот Дегтяревский завод, Академия, как тут это было все проведено. Все это есть и эти команды, которые ездили с одного участка на другой. Но все-таки думаю, что что-то может получиться. Если просто люди сами захотят, чтобы что-то изменилось. То есть мы не захотим вот так, типа, а, все равно без нас все решили. Конечно, ничего не получится. От разговора к осмотру местности. Грязные дороги, сгоревший дом, общая унылая картина. Главное, что за гостями зорко следили полицейские. А вдруг здесь зародится идея революции, и из местной речки всплывет какая-нибудь подводная аврора. Я верю, что выборы можно использовать для победы. Это разные вещи. А каким образом это сделать можно? Ну, во-первых, участвуем и объясняем, что мы хотим. Вот как сегодня, например. Где еще можно изложить, например, план развития Коврова или Владимира? Как не во время предупрежденной кампании? Нигде, да? Где можно рассказать о том, какие политические изменения мы хотим? Только на выборах это можно. Поскольку если нет выборов, то это никому не интересно, о чем, собственно, говорить. Дальше. Выборы, все имитации, все, конечно, клоунады. И мне тут объяснять не надо, я более-менее в курсе. Тем более я в них участвовал, например, в выборах Мары Сочи. Но я могу сказать, что выборы могут стать спусковым крючком перемен. И таким началом перемен. Если посмотреть, например, как происходили, развивались события в других авторитарных странах, то как раз сначала были выборы, а потом были очень крупные массовые протесты. Так что я не такой наивный, чтобы считать, что на выборах можно победить. Но я считаю, что в выборах надо участвовать, чтобы победить. Раньше здесь стоял памятник Ленину. Теперь здесь, рядом с памятником экскаватору, почему-то экскаватору, собралась оппозиция, которая приехала из Москвы. Ну и местные, конечно, тоже. Поэтому, как бы ни прошли выборы, победит экскаватор. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ.